День теракта в Шри-Ланке пришелся на католическую Пасху, которую сегодня отмечают, разумеется, и в Москве. Центром торжеств традиционно стал Кафедральный собор непорочного зачачия Пресвятой Девы Марии на Большой Грузинской. Конечно, там с болью восприняли произошедшее. Вот что нам сообщил о терактах в Шри-Ланке настоятель храма Владимир Кабак. Я считаю, что смерть любого человека – это очень печально. А особенно, когда это происходит в такой важный праздник для христианства, как Пасха. И когда смерть происходит еще в храме, на Пасху, это совсем никуда не годящиеся вещи. И поэтому, как христиане, мы молимся за тех людей, которые почему-то несут ненависть и нежелание любви по отношению к другому человеку. И просим Господа, чтобы он был милосердным по отношению к ним и менял их сердца. Потому что таким образом вести себя неприемлемо и недостойно ни в какой религии. И если Господь в какой-то религии призывает к тому, чтобы убивать самые торжественные моменты, то это, наверное, уже какое-то извращение, которое происходит в этой религии. И это не является приемлемым ни для какого вероисповедания, и не может быть никем и никак оправданным. Получилось ли у террористов омрачить праздник московским католикам? Вот этот вопрос мы задали людям, которые пришли сегодня на праздничную мессу на Большую Грузинскую. Ну, это, конечно, грустные новости. Не хотелось бы вообще, чтобы в мире происходили такие вещи, даже не только там в плане христианства, вообще в принципе. Вот. Ну, накладывать свой отпечаток в любом случае, потому что мы это вспоминаем. Все равно там у нас есть, допустим, какие-то сообщества, где мы общаемся, мы поздравляем, и одновременно идет информация о том, что случилось, давайте помолимся, давайте вспомним. То есть, ну, конечно, есть минус. В том регионе мира всегда сложно быть католиком. Во всех тех странах. Я надеюсь, что власти в тех местах сделают что-то для защиты католиков. Там ведь постоянно происходит борьба между мусульманами, католиками, индуистами, и христиане, самые незащищенные. Но будем надеяться на лучшее. Я бы не сказал, что идет война против христианства. В каждой религии есть некое отсутствие взаимопонимания с другой. Если бы мы лучше слушали друг друга, не было бы никаких проблем. Что же до Шри-Ланки? Власти должны защищать своих граждан. Это самое главное. Давайте не будем сводить все к мусульманам против христиан и к христианам против мусульман, потому что это только приведет к нарастанию проблем, которым нет решения. Я бы в данном случае задавал вопросы властям Шри-Ланки. А еще мы должны защищать себя сами и молиться. Только в молитве мы будем едины. Кто может стоять за взрывами на Шри-Ланке? И можно ли считать это единичным актом? Или речь идет о новой гражданской войне? Обсудим с экспертом. В студии к нам присоединяется доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Ларис Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу обозначим вот что. Целью террористов были именно католики, не туристы. Иначе взрывы произошли бы в других местах, где как раз организованный туризм сосредоточен. То есть это чисто внутренние разборки, отголоски войны гражданской? Нет, я не думаю, что это отголоски войны, потому что ни католики, ни мусульмане Шри-Ланке не были задействованы напрямую в конфликте межэтническом между Сингалами и Томилами. Кроме того, как мне кажется, не совсем точно говорить, что это только на католиков направлено, потому что взрывы прогремели в нескольких отелях. Но дата, но дата, Пасха. Дата Пасха, да. И это вызвано, на мой взгляд, это вызвано тем, что террористы собирались и хотели, и это у них получилось, к сожалению, вызвать максимально широкий резонанс не только в самой Шри-Ланке, но и по всему миру. Потому что, ну, ясно, что выбрана Пасха. Теракты прогремели не только в Коломбо, но и в нескольких других городах, в том числе в одном городе на восточном побережье. И это значит, что подготовка велась очень давно, и теракты были хорошо организованы. И, скорее всего, все нити ведут к террористическому интернационалу, который находится за пределами Шри-Ланки. Хорошо, мы к этому еще вернемся. Пока все-таки хочется понять, почему именно христиане выбраны целью. Были атаки на мечети, на дома мусульман в прошлом году на Шри-Ланке и раньше. Но в этом году именно католики, которых на Шри-Ланке меньше всех, их 7,6%, да, при том, что там 70% буддистов, 12-6% индуистов и около 10% мусульман. Да, мы их немножко больше, чем протестантов, потому что все-таки большая часть христиан Шри-Ланки составляет именно католики. Действительно, вопрос, который вы задали, он меня немножко ставит в тупик, потому что никто не ожидал подобного теракта. Действительно, если год назад были столкновения, то это были столкновения между буддистами и мусульманами. И были поджоги мечети, были какие-то погромы магазинов. Но все это было, знаете, все это было спонтанно, это не было организовано. Это были такие, ну, во многом эмоциональные всплески, когда какая-то драка произошла между представителями каких-то двух общин. Кто-то кого-то сильно побил или даже убил, были там случаи смертельные. И после этого вспыхивали эмоции, и на этих эмоциях происходили погромы. Вот почему католики, это действительно еще предстоит в этом разбираться, потому что на самом деле католики никогда не были замечены в каких-то столкновениях на религиозной почве. Вот что пишет сегодня сенатор господин Пушков. Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христиан. Если речь идет о религиозном экстремизме все-таки, что это будет означать? Вы знаете, все-таки, как я понимаю, количество христиан и мусульман в Шри-Ланке пока не такое, чтобы начинать полномасштабную войну. Потому что война, которая проходила там в течение 26 лет, она была между двумя гораздо большими общинами. Что касается католиков и христиан в Шри-Ланке, действительно, это, наверное, самая законодательно незащищенная группа населения, поскольку у них нет компактной территории проживания, у них нет своих реально политических партий. Вы же говорите, что террористы хотели сделать такое заявление для всего мира. Можно ли считать Шри-Ланку точкой отсчета будущей войны против христианства? И в таком случае почему Шри-Ланка, опять же? Это тоже загадочный вопрос, потому что многие эксперты говорят о том, что это месть за Новую Зеландию. А почему Новая Зеландия? Новая Зеландия – одна из самых благополучных стран мира. Почему там возник три акции? Как и Шри-Ланка в Юго-Восточной Азии? Шри-Ланка фактически вторая после Мальдивов по благополучию, по уровню ВВП на душу населения. Страна после того, как свершилась гражданская война в 2009 году, там фактически было достаточно спокойно, ну, за исключением некоторых таких вот тренингов, спонтанных, эмоциональных, жизнь была очень спокойная. То есть можем мы предположить, Берес Михайлович, такую версию, что атаки именно на две действительно благополучные страны – это попытка расшатать мироустройство в самых комфортных его местах? Ну, если мы как-то попытаемся понять логику террористов, то, наверное, так оно и есть, потому что террористы рассчитывают на резонанс, они рассчитывают на создание ситуации паники. И для этого, в общем-то, выбор такой благополучной страны – это вполне, наверное, укладывается в их логику. И все-таки кто за этим может стоять? Ну, с самого начала все говорили о том, что все нити ведут к так называемому исламскому государству, запрещенному в России и в других странах. То есть правительство ланкист как раз опасалось возвращения привлеков из Сирии? Были такие предупреждения в адрес властей Шри-Ланки, что могут быть такие теракты. Но, к сожалению, как я понимаю, международный терроризм организован по сетевому принципу, когда нет такой жесткой иерархии, нет жесткой структуры. И та организация, которую называют сейчас как ту организацию, которая осуществила эти тракты, это некая National Tawhid Jamat, то есть, если я правильно понимаю арабский язык, то это Национальная партия Единобожия. Они вообще-то никто никогда не слышал. Это, видимо, просто некий такой лейбл. Но при этом, опять же, внешняя разведка, как сейчас сообщается на днях, предупреждала якобы ланкистские власти о том, что атаки, вот это радикальное мусульманское объединение, оно готовит. Правда, до этого оно, если и было известно, то не какими-то серьезными терактами, а максимум участием в акциях протеста. В акциях протеста, какие-то заявления в соцсетях, как говорят из тех, кто арестован, или из тех террористов, которые, может быть, там сами себя подорвали. Некоторые уже известны тем, что в соцсетях размещали какие-то заявления о поддержку и симпатии, выражали свои симпатии, как ИГИЛ. Но, видимо, та информация была просто недостаточна, как после гражданской войны, наверное, спецслужбы Шри-Ланки немножко расслабились. Сейчас, да, правительство признает, что действительно мы недооценили этот сигнал, эту угрозу. Еще раз, кстати, напомню, последним данным 13 человек задержаны подозрением в причастности к этим взрывам. Ни слова не говорят ни власти, ни полиции, ни спецслужбы о том, кто эти люди. Ну, в СМИ мелькали некоторые имена, это имена арабского происхождения, арабского звучания, значит, скорее всего, это мусульмане. Но здесь есть риск того, что вот сейчас на волне этих терактов месть остального населения Шри-Ланки будет обращена против всех мусульман. Причем не только тех, которые, ну, естественно, не тех, которые совершили теракт, а которые к этому совершенно не причастны. Министерство Ланкистов предполагает такое в развитии событий, да, если цель была вот именно... Да, такое бывает. Сингальцев, например. Ну, Сингалов, да. В принципе, такое бывает, потому что, как я говорю, что такие поджоги, погромы, которые были в прошлом году, они как раз были вызваны какими-то случайными, может быть, стычками, там, в магазине или где-то на улице. Ну, кстати говоря, в прошлом году местные правозащитники вот приводят такие данные. Было зафиксировано 86 случаев дискриминации, угроз или насилия в отношении местных христиан тоже. Христиане тоже попадают, но просто поскольку христиане это тоже меньшинство, да, у них нет своей такой вот какой-то силы, которая бы их защищала и представляла организованно, представляла их интересы, то они, естественно, становятся удобными жертвами для атак, нападений. Насколько устойчива сейчас вертикаль власти в Шри-Ланке? Ну, она вполне устойчива, это одна из, как сами шри-ланкийцы заявляют, это одна из самых древних демократий мира. Власть, в общем-то, устойчива, кризис был небольшой в конце прошлого года, но он достаточно благополучно разрешился. В принципе, такое сочетание парламентской и президентской системы власти, оно дает возможность и оппозиции себя проявлять достаточно эффективно, и власти только так же управлять, в целом управлять эффективно. Борис Михайлович, всё-таки вот эта трагедия сегодняшняя, она может привести к новой гражданской войне, всё-таки так или иначе, в Шри-Ланке, к тому, что радикальные буддисты, сингалы опять активизируются, что тамилы, недобитые вот эти тигры, тоже активизируются. На чьей стране могут активизироваться тамильские тигры? Тогда в этой ситуации я задам встречный вопрос, потому что, скажем, в ходе гражданской войны, которая длилась с 83-го года по 2009-й, мусульмане, проживавшие на территории, контролировавшись тамильскими тиграми, пострадали именно от тамильских тигров. И тогда получается, что они тогда были жертвами террористов тамильских тигров. Сейчас вот, если такое развитие событий будет, я надеюсь, что всё-таки удастся избежать, но тогда сингалы начнут мстить мусульманам. Но просто численность населения, даже если мы сравним 70% сингалов и меньше 10% мусульман, то я думаю, что для гражданской войны здесь не хватит потенциала. Кроме того, у мусульман нет своей компактной, единой территории проживания, где они, так сказать, разбросаны по всей стране, и в сингальских районах, и в тамильских. Поэтому я не вижу оснований для гражданской войны, но вижу, к сожалению, опасность погромов. Погромов. Просто погромов на религиозной почве. Последний вопрос очень коротко. Какие выводы Шри-Ланка должна сделать? Какие она меры сейчас должна предпринять? Стоит ли проводить параллель с Китаем и уйгурами, например, теперь? Ну, Китай более или менее решил проблему уйгуров. За счет развития Синьцзянь-Уйгурского автономного района, вкачивает туда огромные массы денег. Вот, к сожалению, тут, еще раз говорю, поскольку нет единой территории проживания мусульман, этот рецепт не проходит. Как-то учитывать интересы всех национальных и религиозных меньшинств, безусловно, необходимо. Спасибо вам большое. Спасибо, Борис Михайлович. Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ в программе «Что это значит на РБК». Спасибо. Как в сети отреагировали на серию взрывов в Шри-Ланке? Какие мысли аналитику и интерпретации предложили свои читатели сегодня в нашем обзоре анонимных и не очень телеграм-канал прямо сейчас? Всем привет, с вами обзор анонимных и не очень телеграм-каналов. Меня зовут Дмитрий Блиников. Поехали. Одна из главных тем сегодняшнего дня – это серия взрывов на Шри-Ланке. Вот как реагировали телеграммеры. Канал ИА Стекломой отмечает, характерно, что целями террористов в Шри-Ланке стали христианские храмы, а не буддистские дацаны. Больше 70% населения исповедует буддизм и лишь 7,5% христианства. Мусульман в стране чуть больше – около 9,5%. Такое вот воскресение Христова, заключает автор. Многие авторы отметили, что сразу после взрывов были заблокированы некоторые социальные сети и мессенджеры. Автор канала Каноненко МИ пишет, «Я могу понять власти Шри-Ланки, которые пребывают в полной растерянности. Страна, казалось бы, победившая терроризм, оказывается под мощнейшей террористической атакой. И я не знаю, как там сейчас, но когда я там был 20 лет назад, и тигров еще не победили, на каждом шагу в Шри-Ланке стоял вооруженный солдат. Видимо, почили на лаврах, агентуру распустили. А ведь терроризм всегда возвращается», – добавляет автор. Авторы канала про терроризм реагируют тоже жестко. Большие специалисты по аналитике подъехали и не понимают, зачем после нескольких очевидно террористических атак власти отрубают соцсети, сравнивая эту ситуацию с трагическим пожаром в Кемерово. То ли желание хайпануть на теме столь сильно, что важнее выплюнуть в свой канал любую чушь, лишь бы прочитали. То ли люди у нас реально настолько погрязли в своем изуродованном подобии либерализма, что забывают об истинных целях террористов, среди которых устрашение и запугивание. Ну и телеграммеры, естественно, заметили, как ошибся на всю планету президент США Дональд Трамп. Канал «Пул номер 3» пишет. «Масштабный человек просто. Дональд Трамп написал о 138 миллионах погибших от взрывов в Шри-Ланке. Официальное количество погибших на момент создания нашего выпуска было в разы меньше – 215. Что, впрочем, мало утешает. Редакция этого грамма выражает соболезнования родным и близким погибших на Шри-Ланке». Помните, не все то, что пишет анонимный инсайдер, это правда. С вами был Дмитрий Блиников. Обзор анонимных не очень телеграм-каналов. Будьте онлайн, несмотря ни на что. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok